Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Канал «Шахматы для всех» продолжает разбор партии исторического матча за звание чемпиона мира, который состоялся в Рикьявике в 1972 году. После четырёх партий счёт 2,5 на 1,5 очка в пользу советского гроссмейстера чемпиона мира Бориса Спасского. В пятом поединке Борис Васильевич играл белыми и сыграл d2, d4. Роберт Фишер ответил ходом конь f6, c4, e6, конь c3, слон b4. Конь f3, c5, e3, конь c6, слон d3, взяли, забрали d6. Михаил Таль отмечает, если защита Немцовича не так часто встречалась в партиях Фишера, то система, применённая им в этой партии, до сих пор вообще у него не наблюдалась. Как мы видим, Роберт Фишер продолжает удивлять своего соперника в дебюте. Американский гроссмейстер, всегда зорко следивший за новинками дебютной теории, избирает систему, которая была тогда весьма популярна. Речь идёт о так называемой «стенке Хюбнера» в защите Немцовича, системе, которую весьма часто в то время применял известный немецкий гроссмейстер Роберт Хюбнер. По поводу сложившейся позиции очень хорошо написано в книге Гарри Каспарова, которая называется «Дебютная революция 70-х». Чёрные стремятся даже ценой потери темпа получить путём Е5, Д5 и КНЕ7 блокадную позицию в духе системы Земеша, где у белых не совсем удачно расположен КНФ3, а два слона не имеют простора. К тому же, помимо автоматического 2-0, у чёрных есть важный дополнительный ресурс – длинная рокировка, а при случае и пешая прогулка короля на ферзевый фланг. Это весьма ёмкое определение полностью описывает то, что дальше будет происходить в этой партии. Планы сторон ясны. Белые должны будут стремиться вскрыть игру для того, чтобы дать простор своим слонам. Чёрные же постараются как можно дольше держать позицию закрытой. Е4 играет Спасский. Фишер ставит пешку на Е5. Д5, КНЕ7 и КНХ4, стремясь пойти Ф2-Ф4. В этом положении ход КНЖ6 давал белым возможность сыграть КНФ5 с нападением на пешку Ж7. Поэтому Фишер играет А6, стремясь напасть на короля соперника пешкой Ж. Здесь, по свидетельствам очевидцев, Борис Спасский продумал целых 25 минут. Подобное положение не раз встречалось в практике сильных шахматистов того времени. Например, в поединке Глигорич-Хюбнер, Гастингс, 1968 год, белые сыграли 2-0 и после Ж5 Ф3, нападая на коня. Хюбнер отступил на Ж8, после КНФ5 разменялся и в этом положении в распоряжении немецкого шахматиста был упомянутый Каспаровым пеший марш короля через Д7 и далее на С7. Компьютер указывает этот ход как один из лучших. Все дело, конечно, в том, что позиция закрыта и наказать соперника за подобный маневр белые не могут. Но после ЕФ в партии Хюбнера было ферзь Ф6, он заблокировал пешку. После Ж4, Х5, Х3, Ф6, Ф2, Ф6. В результате черные сумели свести партию к ничьей. И это для них за счастье, потому что в подобной позиции проявить активность черными очень трудно. Самым модным в то время был ход Ф3, который часто делал нидерландский гроссмейстер Доннер. В его партии против Андерсона, Пальма де Малерка, 1971 год, черные пошли Ж5. Конь стал на Ф5 и вновь размен, как и в партии Хюбнера. Ферзь А5, нападая на пешку, защита и 3-0. На ладья Б1, ферзь А6, защищаясь от мата. Далее черные прорвались по центру ходом Е4. Андерсон получил неплохие шансы на победу, но все равно эта партия закончилась в ничью. В нашем же поединке Спасский продумал почти полчаса и родил новый ход. Он демонстрирует новинку Ф2-Ф4. Конечно, в случае взятия на Ф4 позиция вскрывается. Забираем на Ф4 и лучше сделать рокировку, так как вилка Ж5 не достигает цели, а еще больше ослабляет позицию черных. Е5 играют белые и после конь Ж4, Е6 перекрывает диагональ H3, С8. У белых очень опасная атака, поэтому Роберт Фишер пешку не берет, а играет конь Ж6. Очень сильный позиционный ход. Чтобы удержать блокаду, Фишер готов пойти на ухудшение пешечной структуры. Чемпион мира забирает коня, сдваивая черным пешки. Это положение спустя 5 лет возникло в партии Спасского против Горта. Там Борис Васильевич сделал рокировку, но тоже не добился преимущества. После ответной рокировки ладья B1, B6, ладья B2. Такой маневр ладьи мы с вами увидим и в данной партии против Фишера. Ферзь Е7, H3, слон Д7. Черные защитили свою позицию. В нашем же поединке Борис Спасский забрал на Е5. Правда, после ответного ДЕ защищенная центральная проходная пешка не дает белым перевеса. В этом положении белым нужно было, смирившись с равенством, сделать рокировку, либо сыграть А4. Но Спасский играет слон Е3, нападая на пешку, вроде бы делает полезный развивающий ход, но на самом деле льет воду на мельницу черных. Ведь ход B6 и так входил в планы Фишера. В дальнейшем Роберт Фишер достигает идеальной расстановки своих фигур. Позиция по-прежнему закрытая, слоны белых не играют. 2-0, 2-0 и здесь Спасский ставит пешку на А4. Совершенно ненужный ход. Конечно, идея А4-А5 читается. Черные не пустят на пятую линию пешку белых, а ответным ходом А5 зафиксируют эту слабость в позиции соперника. В то же время как пешку B6 защитить намного проще. Ладья B1 играет Спасский слон D7, присматриваясь к пешке А4. Ладья B2, ладья B8, ладья BF2. Довольно неплохой трехходовый маневр белой ладьи, но он существенно не усиливает позицию. Ферзь Е7 играет Фишер, слон С2 и Ж5. Американец спокойно усиливает свою позицию на королевском фланге. Активных возможностей у Спасского нет и он вынужден ждать. Слон Д2, ферзь Е8, усиливая давление на слабость белых. Видимо здесь Борис Спасский очень пожалел, что продвинул эту пешку на четвертую линию. Слон Е1, ферзь Ж6, ферзь Д3. Конь Аш5 играет Фишер, имея в виду перевод на Ф4. Если тут пойти Ж3, то конь возвращается на Ф6 и черные используют ослабление белых полей. Например, слон Д2, слон Х3, ладья Е1, ладья Б7. Черные демонстрируют похожий маневр ладьи, сдваиваются, играют конь Ж4, получая большой перевес. Поэтому здесь Спасский в стремлении ослабить давление соперника меняет ладьи на Ф8. Взяли, забрали, скушали, съели. В этом положении белым все-таки стоило сыграть Ж3, не пуская черного коня на Ф4. В отсутствии ладей ослабление белых полей на королевском фланге не так критично. Но Спасский зачем-то просто подгоняет коня на Ф4. Играет слон Д1, конь становится на это поле, нападая на ферзя. И здесь чемпион мира допускает грубый тактический просмотр, совершенно для него не характерный. Меньшим из зол была ферзь Б1, держа под напряжением пешку Б6. Но и в этом случае черные переводили короля на С7, защищая эту пешку, и постепенно усиливали позицию на королевском фланге. Но Борис Спасский отводит ферзя на С2, чем сразу же пользуется Роберт Фишер, нанеся красивый, хотя и несложный удар на тему отвлечения. Слон бьет А4, сыграл американец, и Борис Спасский сдался. Позиция белых уже незащитима. Если отказаться от взятия слона и пойти, например, на С1, то после размена на Д1 черные уничтожают еще одну пешку, получая выигранное положение. Если же принять дар и забрать слона, то все тот же ход Ферзь Е4 с двойной угрозой. Защититься от мата и одновременно спасти слона не удается. Особенно красив такой вариант. Король Ф2, конь Д3 шаг, король Ж3, и здесь не взятие на Е1, а Ферзь А4, и после король Ф3 Ферзь Ф4, а на король Е2 очень красивый мат, конь С1. Черная ферзь и конь в этом варианте проявили чудеса взаимодействия. Белые же слоны, которые изначально стояли на третьей линии, опустились на первую и заблокировали своему королю возможности отхода. Эта красивая и скоротечная партия имела колоссальный отзыв в шахматном мире. Кроме большого спортивного значения, а после этой партии счет в матче сравнялся, данный поединок серьезно повлиял на развитие теории защиты Немцовича. Стенка Хюбнера стала очень популярной и не раз встречалась в практике сильнейших шахматистов того времени. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, оставляйте свои комментарии. Напоминаю, что все партии этого матча вы сможете посмотреть, перейдя в соответствующий плейлист по ссылке, которая находится в описании под данным видео. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok